В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте! В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Бэкстейдж – это не только закулисные процессы фэшн-индустрии, но и особый жанр модной журналистики. О том, как работали над глянцевым изданием для имидж-студии Елены Ивановой, смотрите в самом начале выпуска. Имидж-студия Елены Ивановой известна далеко за пределами Челябинска, прежде всего, как креативная лаборатория, где модные идеи находят воплощение в больших проектах. В этом году салон будет отмечать свой 25-летний юбилей. По этому поводу здесь решили возобновить некогда популярную идею выпуска глянцевого журнала. Мы решили именно первый пилотный выпуск 25-летию журнал выпустить именно с нашими постоянными любимыми клиентками. И хотелось больше поиграть, именно подчеркнуть их красоту, достоинство, обыграть вечерние образы, какую-то мягкость, женственность. Такие вещи, они вдохновляют, они дают волю фантазии, больше отобразить вроде как и свой почерк, свою сущность и свое причастие к этому, ну, к миру моды, искусства. Плюс то, что отобразить каждого мастера, подчеркнуть его индивидуальность и дать возможность рассказать о направлениях, о модных, показать все это. Такие проекты, естественно, добавляют творческого подъема, желание идти вперед, самоутверждают тебя. Наверное, ты от этого еще больше любишь свою профессию. Каждый новый проект позволяет совершенствоваться, отрабатывать, пробовать что-то новое, то, что мы обычно не делаем на клиентов. В этой съемке были задействованы и профессиональные модели, и клиенты, и партнеры, и сотрудники салона. Было интересно работать именно с клиентами, именно не с профессиональным моделем, потому что это все очень, естественно, непринужденно, не нарисовано. Проект очень интересный, многогранный, многообразный, с разными возрастами, с разными моделями и с разными стилями. Там, не знаю, вплоть, ну, начиная от выбритых висков и заканчивая романтизмом. Как всегда, доверилась профессионалам, потому что в имидж-студии работает исключительно команда профессионалов. Очень всегда комфортно, шикарно, приятно. Поэтому, можно сказать, с закрытыми глазами доверяешь тому, что с тобой произойдет далее. Принимали участие все. Вот та двоя. То есть, так или иначе, кто участвовал непосредственно на съемке, кто нет, но все помогали, все жили одной жизнью. Мне кажется, что в этот раз, как никогда, съемка прошла спокойно, размеренно. Когда мы работаем все время в одном направлении, происходит определенный застой. А когда в одной съемке сочетается сразу несколько направлений, несколько стилей и огромное множество абсолютно противоположных задач, происходит такая перезагрузка и заряд энергии. Это очень круто. В планах у имидж-студии выпускать глянцевый журнал регулярно, экспериментируя со стилями и жанрами. Команда имидж-студии обещает удивлять и заряжать творческой энергией, представляя самые последние тенденции индустрии красоты. Сегодня подготовку к свадьбе все меньше ассоциируют с суетой и хлопотами, превращая это в увлекательный креативный процесс. Важной составляющей подготовки является посещение свадебной выставки. А как иначе объяснить популярность таких мероприятий? В наш век, когда форма вожда не меньше, чем содержание, такое событие, как свадьба, обставляется особым способом. Жениху и невесте важно проверить не только чувства, но и профессионализм организатора, мастерство фотографа, визажиста, парикмахера и других действующих лиц. Тенденции последних лет показывают, что в рамках свадебных выставок пары, молодожены, родители пар не получают исчерпывающего количества информации, для того, чтобы у них было полное понимание, а как организовать свадьбу своей мечты, с чего начать, какие этапы их ждут. Мы решили разрушить этот стереотип и создали свадебное событие, которое назвали «Бранч для невест». Вы знаете, организатор – это такой профессионал, который сочетает в себе очень большое количество профессий, от технических, специальных, до психолога. Свадебные платья даже классической цветовой гаммы могут быть самых разных моделей. В тенденциях сезона – легкие ткани или обилие декора. Вошли в моду сейчас платья средней длины. Они, во-первых, комфортны, во-вторых, они очень изысканно смотрятся, и при этом из труящихся легких тканей. Делятся клиенты на те, кто покупает, и на те, кто шьет. Во-первых, это абсолютная посадка. Во-вторых, это индивидуальный дизайн и неповторимость. В-третьих, это огромный выбор материалов, где можно самим стать ролью дизайнера. Ведь у каждой невесты и у каждого жениха есть свое четкое представление и требование к выбранному наряду. А в импортных либо в покупных там вроде бы все красиво, но вот цветочек находится не в том месте. Требования к макияжу невесты основных два. Он должен быть легким и одновременно стойким. Макияж должен выполнять ряд функций. Во-первых, он должен быть стойким. Во-вторых, он должен быть естественным при близком контакте с гостями. Дальше он должен читаться на фото и видео. И при вечернем освещении этот макияж тоже должен выглядеть красиво, играть и читаться. Поэтому невесты не должны удивляться особым ценам на этот макияж. Со свадебным фотографом тоже ошибиться нельзя. Специалисты советуют встретиться заранее с двумя-тремя претендентами. И только после этого договариваться о съемке. Звоните и договоритесь сразу же о личной встрече. Потому что личная встреча снимает большинство вопросов. Потому что, возможно, если я делаю феерически красивые фотографии, у меня очень красивое портфолио, классная страница в соцсетях, но вживую я не очень приятный человек, то, наверное, не стоит звать меня снимать вашу свадьбу. Основная мысль – подобное притягивается к подобному. Это могут быть очень простые вещи. Это может быть снимок на лавочке в парке, где он сделал вам предложение. Или бы работали вместе, поехали в офис и сделаем кадры у вас. Потому что чем проще они, на самом деле, тем лучше. Главное – это ваше глубокое содержание. Если свадьба удалась, то это почувствуют все – и молодожены, и гости, и даже сами организаторы. Я не знаю, я всегда плачу на выездных церемониях. Я всегда сентиментально отношусь в моментах даже подготовки. Но когда ты видишь то, что не просто ты реализовал свою идею, а твоя идея принесла счастье для людей, наверное, это одна из самых таких больших наград, ради чего мы стараемся, растем и стараемся все большее количество пар рассказать, что можно сделать на их свадьбе. Студия маникюра и педикюра «Лаки» в самом центре города на Алом Поле. Профессиональная обработка и стильное покрытие. Мы работаем одноразовыми инструментами. Студия «Лаки», проспект Ленина, 65. Если нужно, поможем с парковкой. Международный российско-итальянский проект «Доступная пластическая хирургия» из Милана в наступившем 2018 году успешно продолжается. 5 февраля в Челябинск снова приезжает итальянский пластический хирург доктор Гайя, член Европейской академии лицевой пластической хирургии. Доктор Гайя провел десятки тысяч операций в направлении антиэйдж с использованием нитевых хирургических и инъекционных технологий, а также операции по коррекции формы носа, век, подбородка и многие другие, включая подтяжку живота, коррекцию ягодиц и мамопластику. Являясь сертифицированным на территории России пластическим хирургом, доктор Гайя принимает в Челябинске пациентов города и области. Благодаря проекту эстетическая медицина Европы стала ближе жителям нашего региона, а медицинский туризм в Челябинске становится популярным явлением. Ближайшие встречи с доктором Гайя состоятся с 5 по 9 февраля в медицинском центре «Артмедика». ДФМ представляет! Кубок по спуску с горы на необычных катательных аппаратах «Царь горы»! 18 февраля. Парк Гагарина. Регистрируй команду и конструируй эксклюзивные сани. Главный приз — гироскутер. царьгоры.таймпэд.ру Это «Бьюти Тайм» — программа о том, что делает жизнь красивой, а внешность ухоженной. Продолжаем выпуск. Процедура газожидкостного пилинга относится к категории аппаратных уходовых методик. Несмотря на то, что в названии есть слово «пилинг», поверхностный слой кожи обновляется очень деликатно, не травмируется, не шелушится, не краснеет. Кроме того, аппарат позволяет вместе с лимфодренажным массажем вводить под кожу самые разнообразные питательные вещества, микроэлементы, витамины или гиалуроновую кислоту. Процедура отравматичная, не вызывает ни шелушения, ни покраснения. Под напором газа и жидкости мы отшелушиваем верхний роговой слой кожи. Хорошо сужаются сосуды, то есть показана процедура женщинам, ну и мужчинам тоже с куперозом выявленным. Также мы очищаем поры, так как работаем по физраствору, и физраствор у нас очень хорошо, солевой раствор вычищает поры. Распыление состава происходит со сверхзвуковой скоростью, что позволяет тщательно очистить кожу и обеспечить глубокое проникновение питательных веществ. Здесь особое внимание уделим мелким морщиночкам, которые у вас в принципе проявляются от недостаточности увлажнений. Альгинатная маска, которую обычно наносят после газожидкостного пилинга, знакома многим и как отдельная косметическая процедура. Альгинатная маска у нас готовится из бурых водорослей, поэтому она застывает. Что делает альгинатная маска? Подтягивает овал лица, питает кожу микроэлементами. Все закрываем кожу увлажняющим кремом. Крем возьмем немножечко поплотнее, потому что на улице зима, мороз. Процедуру газожидкостного пилинга рекомендуют проводить курсом. 5-10 сеансов один раз в неделю. Пилинг не привязан ко времени года, а потому делать его можно в любое время. Это Бьюти Тайм. Далее о выпуске и несколько идей для обновления сезонного гардероба. Тема трикотажа по-настоящему всесезонная. Зимой главным предметом этого направления становится джемпер или кардиган. В наш модный век, когда дизайнеры увлечены различными фактурами, это находит отражение и в простейших трикотажных моделях. Что, кстати, делает их более эффектными, выходящими за рамки будничного кэжела. Фактура трикотажа может быть и в формате объемного 3D-принта, например, имитирующего букле или представленного в анималистической тематике. Еще одна идея с трикотажем осенне-зимнего сезона носит эклектический характер. Графический принт и кружевная аппликация консерватору могут показаться явным перебором. Впрочем, подобного рода идеи вполне в духе современной моды. Их можно смягчить с помощью однотонного низа или же напротив усилить, подаваясь каким-нибудь эффектным и таким же фактурным дополнением. Дом эстетики и медицины «Формула». Все, что нужно для красоты, легкости и хорошего самочувствия. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Сони Кривой 30. ДФМ представляет Кубок по спуску с горы на необычных катательных аппаратах «Царь горы». 18 февраля. Парк Гагарина. Регистрируй команду и конструируй эксклюзивные сани. Главный приз – гироскутер. царьгоры.таймпэд.ру День одной цены в Тессуре. Приятные цены на часть коллекции тканей. Салон тканей Тессура на Тимире Азила 26. Перед нами жизнь музыканта, который, ну, так сложилось, он существует одновременно в двух реальностях. Он человек и демон. Эксонажи настолько живые, реальные и узнаваемые, ну, все-таки, вот, мясные такие, телесные. Роман, который насыщен музыкой от и до, помимо Чайковского, Шостаковича, даже хотя бы Малера. Вот там есть совершенно какие-то малоизвестные там имена каких-то экспериментальных композиторов. Орлов пишет чуть-чуть вычурно, чуть-чуть манерно, может быть, даже. А при этом читать его сплошное удовольствие. Летис Данилов – это в какой-то степени, ну, можно сказать, папа, да, даже не дедушка, папа современного городского фэнтези. Я Илья Зосимов. Я читаю роман Владимира Орлова, альтист Данилов. Вообще не по тексту. Потребность человека быть красивым и ухоженным – это постоянная категория бьюти-индустрии. Что же касается переменной, примерно раз в 7-10 лет видоизменяется формат специализированных заведений. Вслед за барбершопами, которые заполонили рынок примерно 5 лет назад, сегодня набирает популярность нейл-студии. Стиль большого города – это когда занятые люди находят время на красоту. Сегодня ее принято доверять профессионалам, которых можно найти не только в центре. Парковый – это быстро растущий микрорайон в городе Челябинске. Здесь акцентировано как раз очень много молодых семей, молодых девушек, женщин, которые сейчас следят за собой, которые хотят хорошо выглядеть. Соответственно, я подумала, что почему бы и нет, будет хорошо развиваться данное направление. Первое впечатление, когда заходишь, это, конечно, интерьер. Очень такой стильный, располагающий, но качество будет не хуже. Новый объект на модной карте Челябинска получил название «Мята». И если для кондитеров это ингредиент, то для идейных вдохновителей нейл-студии это целый ассоциативный ряд, наполненный положительными эмоциями. «Мята» – свежий взгляд на красоту. Я подумала, что я смогу с другой стороны подать своим клиенткам качество обслуживания. Это и уютная студия, и атмосферная. Дизайн у нас такой атмосферный достаточно. Я подумала, что наши клиентки по-другому посмотрят все-таки именно на этот бизнес и на это обслуживание. Цветовая гамма – это все очень важно для мастера, так как нужно работать именно в комфорте. Такой прекрасный оттенок мятного, очень освежает, и студия достаточно просторная, хватает света. На открытии, среди всех прочих угощений, были и сюрпризы от мастеров. Гостям предложили уходовые процедуры и декоративные покрытия. Все качественно, все безупречно. Надо мной ухаживали, приносили кофе, чай, потокали всем моим капризом. Я сюда пришла, потому что в парк, можно сказать, это одна-единственная нейл-студио. Очень красивый, интересный интерьер, достаточно очень современно все, красиво. И поэтому он заинтересовал меня, и я решила сюда прийти. Девушка, которая делает себе маникюр сама, в наши дни – большая редкость. И если тенденция обращаться к профессионалам будет сохраняться, возможно, вскоре пилочки и лаки можно будет найти только в специализированных местах. Все сюжеты «Бьюти Тайм», а также новости и анонсы модных событий на нашем сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по официальному тегу «Бьюти Тайм», нижнее подчеркивание, «ТВ». А на этом выпуск завершен. До встречи. Стилисты проекта. Модный дом «Я». Имидж-студия Елены Ивановой. Дизайн аксессуаров Ольга Трофимчук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова